Вы такое видели? Кабаны, гуляющие по деревне Напольское, вызвали у одних жителей удивление и тревогу, на других не произвели впечатления. Хозяина сбежали где-то на Еременских дачах, ой нет, в Хомяках. В Хомяково, там вот где рыбалка, там где-то хозяин есть. Ну как хозяин, не больно их старается уловить, потому что говорят, что они сами вернутся, а голодают и сами вернутся. Мы позвонили организаторам платной рыбалки в Хомяково и на трубазу Хомяковское подворье. И там, и там от владения кабанами отказались. Хотя на Хомяковском подворье в 2017 году копытные точно были. Дикое животное, в частности кабан, лось, например, так просто на человека никогда не набросится, не будет его преследовать. Оно уходит от человека. Это инстинкт, никуда ты не денешься. Другое дело, что плотоядные, лисица, енот, барсук, вот эти животные опасны на самом деле. Почему? Потому что бешенство, которое давно уже процветает, мы никак от него не избавимся. Вот здесь, да, причем не только они, но вот еж и белка, потому что были случаи, когда кусали детишек, в частности. И люди заболевали, а болезнь страшная. Вот этого надо опасаться, и если вдруг появилась дикая лисица и по деревне гуляет, тогда, конечно, лучше сообщить, чтобы там приняли какие-то меры. Наберите 112, и специалисты службы найдут способ избавить вас от непрошенного визитера. Оксана Мирошникова, Антон Каврижных, программа «События».